Быть трезвым – это труд. Труд, которому мы пытаемся здесь научить. Я там не буду говорить каких-то громких слов, что мы спасаем жизни этих людей. Наверное, я думаю, что мы возвращаем им выбор. То есть, потому что человек, когда употребляет, у него выбора нет. Реабилитационный центр работает с 2018 года, с сентября месяца. Реабилитацию на данный момент здесь проходят наркозависимые, зависимость алкоголизма и зависимостью гембинга, игровой зависимости. Наш реабилитационный центр максимально рассчитан на 35 человек. Это комнаты по 6 человек приблизительно. Это терапевтическая среда, которая как раз и обуславливает выздоровление. Это место, группа, где пациент может себя идентифицировать со своим заболеванием, где ему сложнее будет лгать, обманывать. Он сталкивается с открытостью в первую очередь других пациентов и понимает, что ему сейчас нет смысла брать здесь. То есть, что с этими людьми можно быть открытым, можно быть честным. Грань, на самом деле, очень простая. В общем-то, чем отличается зависимый от независимого. Человек независимый, когда говорит «нет», его нет, работает. Он останавливается. Вот. Зависимый человек, когда говорит «нет», он продолжает. Он не может остановиться. Тремя словами можно обозначить подход, который мы используем здесь в центре. Это любовь, терпение и забота. Подразумевает, с моей стороны, что я отношусь уважительно к каждому пациенту, который приходит, учитывая его права, его личность, его индивидуальность и то, в какой семье он вырос. Первая вера в то, что у человека получится. Мы пытаемся создать максимально комфортные условия, чтобы не было лишнего напряжения из-за бытовых условий еще. Зачем вообще лечить наркоманов? Ну, во-первых, чтобы снизить преступность элементарно в стране. То есть, в общем-то, если посмотреть сейчас на тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, среди них как минимум 50-60% – эти люди, которые совершили преступления из-за наркотиков, под наркотиками и либо в алкогольном опьянении. Элементарно для этого. Во-вторых, для того, чтобы просто помочь этим людям справиться с этой зависимостью, чтобы просто они не умерли, спасти их. Я прошел реабилитационный курс и приехал сюда по собственному желанию. Теперь я здесь как волонтер и помогаю в жизни центру. Здесь в основном безопасности как бы. Но, конечно, давит немного стены, но, в принципе, я думаю, это на пользу любому человеку бы пошло. Я смотрю на многих людей, многие сейчас дети, карьерный рост, хорошая работа, не знаю, семьи как бы. Ну, крепко люди стоят на ногах уже в моем возрасте, как бы мне приходится заново учиться.